Всем привет дорогие друзья, вы снова на канале Bon Appetit Live И сегодня в этот чудесный день я приехал к своему другу Александру Здравствуйте ребята, я вас всех рад приветствовать Очень приятно общаться с моим тоже другом дорогим Будем делать шашлычок, правильно? И не только брат, и шашлык, и еще будем делать очень много хороших блюд В общем оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайк А мы начинаем Будет очень интересно Вот такая у нас говядина, посмотрите Мясо прям идеальное Телятина даже, это можно сказать Очень нежное, мягкое, сочное мясо Сейчас мы все лишнее, что нам не нравится, убираем Вот, вот такие вещи Вот так Вот это уже мы формируем из этого кусок И вот такие кусочки Вот Идеальный кусок порционный Вот И нарезаем на вот такие части Вот Можно вот так То есть вот, пожалуйста Вообще шашлык из говядины считается одним из самых вкусных Но ее надо уметь готовить Чтобы она не была и сухой, и не была сырой И это может делать не каждый Поэтому очень много людей Все ищут более легкий вариант Допускают ошибки, разочаровываются И вычеркивают со своего рациона шашлык из говядины А мы хотим вам показать, как это делается И чтобы это было вашим любимым блюдом Ребят Саша, а вот этот печь как называется? Это печь, Мурат, называется Помпейская печь Она родом из Италии, из города Помпей Оттуда и название Помпейская печь Вот вся Италия, да Вот как у нас на Кавказе здесь Мангалы, там барбекю Вот сейчас мода пошла, да А в Европе, в Италии, да У них у всех во дворах стоят вот такие печки Они же любят пиццу И вот это очень такая Ну, не знаю, мне очень нравится Вот, мы их, кстати, и производим Делаем Ну, я же знаю, я поэтому такой вопрос задаю Кстати, ребят Он производитель вот таких печей Если кому-то будет интересно Я оставлю ссылку под этим видео На его канал Он тоже ведет канал YouTube Где рассказывает за эти печи Также очень вкусно готовит То есть, если будет интерес А я думаю, интерес будет Потому что это очень замечательная вещь Для любых, для любых, как говорится Для любых блюд Для любых блюд, да И случаев жизни Поэтому ссылка будет в описании Переходите Я оставлю контакты Интересуйтесь А доставки делаешь? Доставка у нас чуть ли не до Камчатки, ребят По России, вообще в любую точку по России А, например, Казахстан, там, ну, СНГ, да Грубо говоря Ну, это все обговаривается индивидуально У меня даже сейчас один человек С Японии С Японии позвонил На самом деле Остров Хоккайдо Япония Ну, ну, это там Будем с ним еще общаться Четко, четко и тепло А, у меня еще спрашивают А что можно в ней готовить, да? Ребят, легче сказать, что нельзя в ней готовить Пиццу и мясо Да, я думаю, даже суп можно поставить где-то Хоть целого барана можно засунуть Вот эти жилки убираем всегда Потому что это При запекании они тоже станут жесткими Да И, соответственно, даже стягивают говядину Если готовите стейк Обязательно тоже надо убирать Потому что, когда жаришь Это жило начинает стягиваться И мясо получается Не фактически И некрасивое И сухое Да Ну, все Вот Мы нарезали наше мясо, да? Теперь Что мы делаем, ребят? Соль Ничего Тут сверхъестественно у нас нет, да? Теперь Что мы делаем еще? Черный молотый перец Свежемолотый Вот, пожалуйста Вот этот перец Не сравнится с этим Который уже перемолоты В пакетах Так И добавляйте, что вам нравится Паприку, например Вот я паприку добавляю, да? И оливковое масло Вот столько достаточно Налили И теперь мы это все Вот так Очень Не стесняемся В движениях Прямо массажируем мясо Смотрите, какая красота Когда красиво Невкусно Просто не может быть И, ребят Еще Добавляем киви Киви Оно тоже Смягчает мясо И еще такой Один немаловажный момент, друзья Если будете делать шашлык с киви То мариновать надо Не более полутора-двух часов Потому что мясо Совсем Станет Ну Как Оно расщепляет Волокно Да И получается Очень нежная Но сейчас люди любят Вот я, например, не знаю Мурат, я люблю, чтобы мясо Можно было чуть пожевать А некоторые Хочешь Да Ну, надо же чуть-чуть Жевать Наши зубы Есть, правильно Мы же не эти Не пенсионеры С протеза Многие говорят Оооо Сухое Или жесткое Чуть-чуть Чуть-чуть Если он надавил Он говорит Думаешь, что это жест Нет, ребят Ну, надо же чуть-чуть Зубками поработать Киви тоже надо брать Очень такой Переспевший Вот смотрите Вот видите Вот так берете И вот так Вот так Видите Вот такой консистенции Должен быть киви Вот посмотрите Чтобы вы могли Раздавить его Видите Вот Вот, пожалуйста Я думаю Все понятно Да Вот И вот так Мы опять Делаем массаж Нашей говядине Ну, как вы думаете Это Что у нас получится Ребята Напишите в комментариях Еще говядина Хорошо с ананасом Идет, ребят Имейте в виду Да Только ананас Не зеленый Который продается В гипермаркетах Вот этот дубовый Чем гвозди Можно забивать А нормальные Такие желтые Есть Хорошие Мягкие Сочные То есть Немного ананаса Вообще будет идеально Либо можно Не маринуя Формировать на шампурах Кусок говядины Кусок ананаса Говядины Ананас То есть И точно так же При жарке Он будет впитывать Здесь Температура 350-400 градусов Ребят Вот мы вот Такую раму Ставим в печь Вот так Раз Это для шампуров Это для шампуров Мурат Мы ее сейчас Вот так Развернем Вон там Внутри печи Внутри Да Развернем И вот так Поставим Наши шампура Закроем Заслонку Вот так Раз Вот так Мы ее поставим Сюда Подаю шампуры Принимаю участие Готовим вместе Кушаем тоже вместе Это закон И стараемся Знаете как Вот у нас же Куски Естественно не все Идеально одинакового размера Правильно Толстые С толстенькими Худенькие С худенькими И в длину Да Одеваешь Не в ширину Чтобы обвисало Да Да Ну чтоб он у меня Видите как четко стоит И что хорошо В этой печи Нам не надо будет Мурат его крутить Ну да У него примерный эффект Тандыра Только она побольше И поинтереснее Да В плане того что Горизонтальная Поверхность Дно у него Под Это называется Под Есть такое понятие В кулинарии Запечатать мясо Да Чтобы был сок А здесь у нас Автоматически Со всех сторон Запечатывается Соку некуда деваться И там получается Вулкан сока Ребят Будем смотреть Ну вот наш Завершающий шампур Уже да Передает Да А ты представляешь Как отработает Конечно Смотрите Какие красавцы Эх Ну что друзья Как говорится Без горячительного Напитка И мясо Не получится Ваше здоровье Отдыхайте Готовьте Выезжайте чаще На природу Самое главное Не болейте И будьте счастливы Я присоединяюсь К слову Мурата Главное Не болейте Вот Самое главное Здоровье Огурчик Святое дело Да Погнали Мясо готово Здесь все уже Готово Теперь мы закладываем Наше мясо И обязательно Ребят Заслоночка Все ребят Засекаем Ровно 15 минут И наше блюдо Полностью Со всех сторон Будет готово Ну вы сейчас Сами все увидите То есть 15 минут Достаточно Оптимальное время Прошло 15 минут Обязательно Одеваем Вот такую Барежку Посмотрим Что там у нас Вот такая красота Ребят Видите Вот И еще Такая фишка Берем Гранат Наш Ребят И делаем Вот такое Действие Под горяченько Да Саш Я хочу пожелать Всем нашим друзьям Которые по ту сторону экрана Хорошего здоровья Приятного настроения Чудесных дней Удачи во всем Любви Благополучия То есть Все светлое Все белое Что есть Парни Девушки Пускай будет у вас Попробуем Посмотрите Видите Какое Сочное Посмотри Попробую Отлично Кстати Гранат в тем Дает кислинку И замечательный вкус Ну что друзья На этой Прекрасной ноте Конечно же С вами мы не прощаемся Мы продолжим наш день Будем по чуть-чуть выпивать По чуть-чуть закусывать Давно не виделись Спасибо Что вы были с нами Всем пока-пока До свидания Ребята До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok